Гора Сан-Тубонг Мы начинаем наше восхождение ранним утром, в то время как местные серые листовые и хоботные обезьяны уже завтракают и прыгают по деревьям. Отправная точка находится у входа в национальный парк. Впереди нас ждет трудный подъем, который приведет нас на самую вершину горы. Если вы собираетесь отправиться в этот поход, одна из самых важных вещей, о которой нужно помнить, это взять с собой много воды. Климат равнинных джунглей чрезвычайно влажный, и дневная жара может быть очень тяжелой для организма. Мы начинаем наш поход под лучами восходящего солнца, которое начинает пробиваться сквозь листву растительности. По пути за нами следуют длинные тропы термитов. Эти насекомые чрезвычайно распространены в неизменностях Борнео и играют важную роль в переработке питательных веществ и формировании хорошей почвы. Многие виды потрясающих деревьев, лиан и грибов можно найти по всему району. Приключение начинается очень быстро. После переправы через несколько скользких ручьев, мы оказываемся лицом к лицу с крутыми склонами, покрытыми корнями. Корни создают прекрасную естественную лестницу и ведут нас через диптерокарпический лес. Только взгляните на это великолепное дерево. Диптерокарповые леса известны как самые высокие и разнообразные тропические леса в мире. Тропа постоянно меняется и ведет нас то вверх, то вниз. Перейдя в водопад, мы дойдем до перекрестка дорог. Мы повернем налево, где Санту Бонг начнет показывать свое настоящее лицо. По мере того, как крутизна увеличивается, нам помогает подниматься множество веревок. Тропа действительно крутая. Хотя некоторые из нас, возможно, чересчур драматизируют ситуацию. А вот здесь есть еще одно небольшое преувеличение. На данный момент мы заметили первого Непентеса, Непентес Хеорсата. Это не самый интересный вид, но все равно приятно наблюдать за ним в дикой природе. Вскоре после этого мы доберемся до металлической лестницы. Более 20 из них приведут нас к вершине. Без лестниц было бы почти невозможно взобраться по крутым скалистым стенам горы. Харабкаться вверх так же весело, как и тяжело, а для некоторых это может оказаться действительно сложной задачей. Но вид вершины дает вам мотивацию продолжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По дороге мы увидели прекрасную драгоценную орхидею с бархатистыми листьями и еще более интересными грибами. Внезапно я заметил то, что очень давно надеялся увидеть. На дереве, скрытом в густой растительности, я увидел потрясающее растение Непентес Вейчи, один из моих самых любимых видов кувшинных растений. Этот вид обычно встречается выше на деревьях в качестве эпифита, что означает, что он растет на поверхности другого растения. Вейчи с горы Сан-Тубонг – это низинные формы этого вида. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы добрались до последней ступени, ведущей на вершину горы. Землю покрывают прекрасные ковры сфагнового мха, что указывает на благоприятную среду обитания для Непентеса. Мы идем дальше, чтобы исследовать густую растительность на вершине. Здесь мы находим различные формы Непентес Алба-Марджината. Мы снова наткнулись на несколько молодых растений Непентес Вейчи, хорошо спрятанных за переплетенными ветвями и свисающих с крутого обрыва. Еще в 1865 году итальянский ботаник Адаардо Беккари нашел Непентес Вейчи на вершине горы Сан-Тубонг. Он описал этот вид как одно из прекраснейших и редчайших кувшинных растений. В прошлом этот вид процветал по всей горе, но сегодня все выглядит совсем по-другому. Масштабное браконьерство резко сократило количество растений, которые с трудом можно найти спрятанными на некоторых деревьях. Согласно местной даякской легенде, эта гора была создана, когда две небесные принцессы по имени Сан-Тубонган-Джин-Джинг спустились на землю. Предполагалось, что обе они должны были защищать местные деревни и помогать им процветать. Вместо этого они оба влюбились в одного и того же принца, и ревность переросла в жестокий конфликт, который также привел деревни к войне. В качестве наказания царь небес превратил их обоих в горы. Горы Ан-Тубонг и гору Ся-Джин-Джинг. Мы медленно спускаемся с горы. Но сюрпризы еще не закончились. Ближе к концу тропы мы проходим мимо красивых и полезных растений Непентес Рафлосиана. Эти растения намного крупнее и находятся в лучших условиях, чем те, которые мы видели ранее в Национальном парке Бако. Этот лес невероятно тенистый, и именно здесь мы встречаем почвопокровные розетки Непентес Ампалария. Открытые кувшинчики этого культового вида для равнин подвержены воздействию опадающих листьев и растительных остатков, что делает их почти вегетарианской версией кувшинных растений. К моему удивлению, я также наткнулся на разновидность ампулярии, у которой кувшины гораздо больше, чем у обычных растений, которые мы находили ранее. Наш увлекательный поход заканчивается приветствиями группы серых листовых обезьян. Вместо этого хоботные обезьяны, похоже, не очень довольны и предпочитают хрюкать, чтобы заставить нас уйти. Мы возвращаемся в наш замечательный отель «Сердце Санту Бонго» «Нанго Дамай» на заслуженный отдых. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем эпизоде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok